Друзья, всем привет! Я сделаю это видео коротким, но с вставкой, вырезкой с сегодняшнего стрима на канале Маляриуса по поводу сбора средств на восстановление инструмента после пожара. Еще раз скажу всем огромное спасибо за помощь, за то, что поддержали меня в этой ситуации. Огромное спасибо Вованчику Маляриусу за то, что он вызвался помочь собрать средства по России, потому что россиянам было в принципе почти невозможно переводить деньги на украинские счета. Спасибо всем огромное за помощь. Полный стрим видео вы сможете посмотреть по ссылке на канале Маляриуса. Я же сделаю только такие чуть-чуть вырезки из того стрима, чтобы вы могли хотя бы просто посмотреть, о чем мы говорили. Привет, дядьки. Короче, у нас такая вот новость интересная. Да, все равно в повторе посмотрите, поэтому кто сейчас только подключится, по сути тут не стрим важен, а нам рассказать о том, что получилось и, скажем так, закрыть этот вопрос, потому что уже времени прошло довольно-таки много по поводу сбора средств на восстановление инструментов. Привет всем, кто первый. Спасибо всем огромное. Спасибо, Вованчик, тебе за то, что ты подключился и помог именно по российской территории собрать, потому что у меня дома все проще, с россиянами была реально огромная проблема, потому что у меня работают банковские системы все эти, было сложно просто переправлять. Спасибо огромное, кто активизировался с Россией. Все, в принципе, деньги... Кстати, Вован, сколько там? Хуя. Все деньги я пущу сейчас в зависимости от того, где я буду находиться. Если я буду находиться в Германии, то я просто куплю себе оборудование, на все бабки куплю оборудование. Если я буду находиться в Киеве, потому что это еще под вопросом, то все-все-все деньги пойдут в строительство, потому что если я буду оставаться в Киеве, я буду заново строиться, вообще с голого нуля. Как-то так. В Киеве. В Киеве, да. Но это все будет известно, я думаю, к февралю месяцу уж точно будет известно. Пока что то, что там у меня еще выходят видосы с Германии, это вы смотрите старые видео, у меня уже почти месяц в Германии нет. Вот такие дела. Огромное спасибо Тимуру, компания Настывата. Он в принципе, ну все-таки компания, да, он скинул первые деньги, я получил в размере в евро, мы просто перевели в евро, я получал 1700 евро на эти деньги, купленные инструменты, которые у меня сейчас пока что находятся в Германии, то есть я их с собой не забирал. То есть те деньги, которые первыми Тимур отправил, я сразу купил машинки, я купил каттеры, я купил мойки и ватовские, там грунтовочный пистолет, это все ушло туда. Как-то так. Ты раздолбай, тебя написали. Я раздолбаю, мне не видно комментарий. Раздолбай, раздолбай и привет. Ну вот такие. Что случилось, что случилось, что собрались, дядьки? Ну, у Вованчика случилась беда, с моей стороны я помогал собрать по российской территории деньги финансовые, аудитории, да, кто остался, как сказать, не прошел мимо Вовчика беды, когда действительно она некорректная. То есть, как сказать, пожар, он хуже, чем воровство. Мы не прошли мимо, помогли Вованчику. Сейчас Вованчик озвучит, сколько мы набрали финансовых средств. Я не помню, ты мне там что-то скидывал? Я думаю, что ты сейчас пересчитаешь. Вот то, что мы собрали в этом конверте. Вованчик, ты вот прилюдно, прям с камерой не уноси, пересчитай. Тут написано 1975 и 10 тысяч рублей. 1975 рублей собрали. Только зеленых, американских. Вот они, они где-то посклеивались. Ну, покажите людям, что 19... Да, 19.75. Это все пока что откладывается где-то на полтора месяца, потому что я не знаю, куда еще точно, точнее, в какой стране эти деньги пойдут на восстановление, скажем так, утраченного. Как я сказал, это либо в Германии просто будет куплен новый инструмент, то есть то, что потерялось, сгорелось, либо в Украине будут строиться помещения. Ну, само собой, для Украины, то есть для Германии этих денег, для того, чтобы купить инструмент, в принципе, достаточно. Для Украины я попродаю там, что у меня есть, и будем строиться. Хотя есть, в принципе, ребята, которые мне предлагают говорить, давай мы там вместе вдвинемся в это дело, но начинать что-либо с кем-либо брать деньги в долг как-то неохота. Лучше попродавать, что осталось, и это будет, я думаю, чуть-чуть правильнее. Что там? Сколько общая сумма получилась? 140, 140, 144 тысячи рублей. Это не чеки? Или это чеки? Это чеки на замену валюты с рынком. А ну, глянь, ты знаешь, что откуда? Ну, 116, 10 тысяч наличка, и 16, и плюс, недавно перечисляли 500 рублей, это я доложу сейчас. Да, по поводу, давайте этот вопрос как-то закроем. То есть мы видео оставим, и из видео надо просто удалить реквизиты, да? Да, видео будет, останется, да, видео как память. А сами реквизиты надо закрывать, потому что, ну, в принципе, как бы вопрос уже надо закрыть, как-то с этим смириться, успокоиться. И чтобы не было каких-то случайных перечислений, ну, там, кто-то только-только посмотрел, потому что я смотрю, да, видео, хоть и старое уже, там, два месяца прошло, да. Видео недавно перечисляли, да. А иногда там что-то залетает, там, 50-100 рублей, то есть кто-то только это увидел, случайно увидел, и так далее. То есть видео останутся, но реквизиты закроются. Вот, потому что у Вованчика карта жены волнуется, да, это не его личная карта, поэтому, чтобы все это дело успокоиться. Так что, дядьки, я не знаю... Спасибо всем огромное, спасибо тебе, Вован. Пожалуйста. Что я смог, я смог, что смогли, собрали. Валюта мани, зеленые мани, все новые. Ровные, даже посклеенные, чтобы их посчитать. Склеенные они, да, с упаковки были, вот. Такие дела. Вот такие дела. Вот такая вот новость. Ну, новость, не новость, но... Нет, ну, главное перед вами, да, многие люди не прошли мимо, просто там была распечатка со Сбербанка на 4-5 листах. Да, к сожалению, невозможно, я думал о том, чтобы сделать такой, знаете, как титры, кто там, что и как, но невозможно из банка достать полную информацию, потому что большая часть карт просто скрыта, то есть видно поступление, видно сколько, но не видно от кого, даже не видно с какого региона, поэтому сделать такой кто, что, сколько, ну, к сожалению, не получится. Спасибо, дядьки, спасибо. Ладно, спасибо всем огромное, да. Мы с Вованчиком до следующего года попрощаемся. До следующего? Ну, по-любому до следующего. Блядь, ну смотри, я дальше Москвы не поеду. Нет, если я поеду, то я бы с семьей съездил в Польшу, вот туда, в отель на Волоске. Да, вот это прикольно. Я бы съездил, а я там от Польши и до тебя недалеко. Там недалеко. Блядь, ну тогда ты по-любому поедешь работать туда, если я поеду в Польшу. Короче, непонятно. Короче, все под вопросами, посмотрим. Там Новый год будут, новые вопросы, новые приколюхи. Ну, мы тебя еще завтра увидим, что? Я-то, я-то, я не знаю, я-то уже, наверное, пропаду. А у меня там еще есть работа, может быть, до Нового года красим будем. Главное, чтобы трафика хватало. А у меня там в деревне интернета нет, я же в деревне живу. Деревенский парень. Деревенский. Женя, до встречи, парни. Все. Вам всем пока. А ну, Вованчик, мы с тобой еще пять минут посидим. Мы сделали огромное дело с вами. Спасибо, что... Спасибо, да, с видосом сейчас мы закрываем. Можно сказать, вы свели нас с Вованом, чтобы мы... И Вован мне помог посетить учебный центр. Короче, ну, всем полезно, всем хорошо. Да, всем с наступающим. Кстати, да, всех уже 25-е закончилось. Блядь, вот это да. Время. Вот. Так что ладно, всем пока. Всем пока. Все, давайте, дядьки, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok.